Добрый день, в эфире Вести Норильск, в студии Евгения Груздюк. Коротко о главных темах этого выпуска. Так и не заплатили, до сих пор не решен вопрос о выплате заработной платы сотрудникам фирмы Промстройсервис. Норильский творог пропал с прилавков, почему горожане уже несколько недель не могут купить кисломолочную продукцию. Автовладельцы Новосибирска недовольны работой страховщиков, что отвечают компании. Паспорта в России будут выдавать с рождения. Об этом говорится в проекте закона об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, подготовленном Федеральной миграционной службой. Замену бумажных общегражданских паспортов на электронные планируют начать в 2015 году. Выдаваться они будут на 10 лет. Советские паспорта образца 1974 года и действующие ныне удостоверения личности будут действовать до 2030 года, а их выдача прекратится в 2025 году. Выдавать пластиковые удостоверения личности будут прямо с рождения. По мнению разработчиков законопроекта, такая карточка заменит свидетельство о рождении. Задолженность по заработной плате в Красноярском крае до сих пор составляет десятки миллионов рублей. По этому показателю наш регион один из лидирующих в Сибири. Нарушения в сфере трудового законодательства есть и в Норильске. Например, фирма «Промстройсервис» полностью со своими рабочими так и не рассчиталась. Несмотря на то, что объект, на котором они работали, сдали еще в конце августа. И эта компания не единственная фирма-должник в нашем городе. За работу над строительством современного трехэтажного здания на Толнахской, 30 компания «Промстройсервис» задолжала рабочим не один миллион рублей. Выплаты должны были перевести из края, а руководство предприятия обязывалось до 1 сентября собрать полный пакет документов, чтобы получить оставшиеся 10%. При этом предусмотренный контрактом 380 из 420 миллионов из регионального бюджета подрядчик уже получил. Сам-то получил, а долг перед рабочими так и повис в воздухе. Трудягина, занимав денег, уехали к себе домой фактически ни с чем. Помочь им сейчас может только суд, так как трудовые отношения фирмы и рабочих были оформлены договорами гражданско-правового характера. Похожая ситуация сложилась и в Норд-Даймонде. В июне свою зарплату не могли дождаться 97 человек. Но после вмешательства прокуратуры руководство предприятия долг вернуло. На сегодняшний день задолженность именно перед трудовым коллективом, то есть перед гражданами, которые заключили трудовые договора с данным предприятием, у Норд-Даймона официально нет задолженности. Я так полагаю, имеется задолженность перед теми гражданами, которые были заключены гражданско-правовые договора. Это совсем другой спектр отношений. И таким образом привлечь за нарушение трудового законодательства на сегодняшний день Норд-Даймон представляется возможным. Заключать трудовые договоры с приезжими рабочими невыгодно. У такого документа масса социальных гарантий. А вот договор гражданско-правового характера работодателю развязывает руки. У него нет никаких обязательств перед сотрудником, за исключением оплаты труда. Но, как выясняется на практике, и этот вариант часто приводит к пустому кошельку. А в случае оформления отношений нетрудовым договором, помочь может только суд. И то при наличии свидетелей. Анатолий Оплеснев, Елена Устомова, Алексей Демин, Вести Норильск. Каждый пятый россиянин недоволен работой автостраховщиков. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги исследования, посвященного ОСАГО. Новосибирские общественники провели свое исследование. Сумма занижена. Здесь даже во сколько? В пять раз. Замена двери, зеркало и покраска. За все это страховая предложила Евгению 6 тысяч рублей. Не устраивает сумма, на пересмотр отправили в Куйбышев. Там еще один оценщик компании. Однако и новый расчет не изменил сумму выплаты. Затронул нас, потому что здесь очень грубо, нагло, можно сказать. Не доплатили. Бороться за страховые выплаты водители все чаще вынуждены в суде, утверждают общественники. И подсчитали. В среднем Новосибирцы недополучают половину от максимально возможной суммы компенсации. Самые большие недоплаты сегодня у крупнейших российских страховщиков. Это зависит не от того, что эксперт плохой или хороший. Просто здесь играет роль, кто является заказчиком. Если заказчиком является страховая компания, и она, собственно, платит зарплату оценщику, то оценщик, согласно данным ему установкам, считает по нижней планке. Страховщики размер выплат считают справедливым. Уверяют, для них автогражданка становится все тяжелее. Небольшие фирмы уходят с рынка. Работу крупных осложняют автоюристы. Они это используют активно, чтобы человек получил дополнительные выплаты. Методы разные дежурят в страховых компаниях, в центрах регулирования. ОСАГО – это серьезный вопрос. Если правительство что-то не сделает, то очень много страховых компаний сойдет с рынка. Мошенничеством в законе страховщики называют и выкуп долга у пострадавшего в ДТП. Схема простая. Оценку ущерба на месте дает свой эксперт и покупает у водителя долг страховой компании за вычетом своего процента. В итоге такие фирмы по оценке юристов зарабатывают вдвое больше, чем может получить пострадавший. Скажем, 50% от ущерба мы вам сразу заплатили, да, и уже без вашего участия вы подавали документы, да, и получали выплаты со страховой компании. В ближайшее время автогражданка может кардинально измениться. Российский Минфин разработал поправки в закон ОБАСАГО. Согласно им, водитель сможет выбрать между деньгами и ремонтом своего авто. Общественники инициативу встретили прохладно. Считают, очереди к юристам заменят очереди на станции техобслуживания. Их будет назначать страховщик. Олеся Грисеменко, Станислав Духовников, Вести, Новосибирск. Кабинет министров одобрил предложение представителя партии «Единая Россия» Вячеслав.